Привет! Пикеры опять собрались в путешествие. Сегодня у нас новогоднее путешествие от израильского Нового Года, Роша Шана. Сейчас праздники, выходные дни на работе, в садиках, поэтому мы решили вырваться, путешествовать. Живем на севере Израиля, едем путешествовать также на север Израиля. Вот. Ну, а самое интересное будет, это наша ночевка, и это сюрприз тут для всех, они вообще не знают, куда мы едем. Сейчас мы поедем в какой-нибудь национальный парк потусить, походить, а потом поедем на ночевку остановиться в очень интересном месте. Для всего полчаса, и мы приехали в национальный парк Ципри. Припарковались, и пока сидели сейчас в машине, уже соседняя машина выгружалась, знаете, вот израильтяни, они открывают дверь и прямо в нашу машину. Она даже не обернулась. Ну, типа ударила, ударила, что-то такое. Тут это нормально. Мы сделали потом так же. Мы взяли кофе, и Роберт выбрал себе вот такую змеюку. Она на ощупь такая какая-то интересная, прям. Не могу вам передать. Уже нарушаете правила, да? Сидите. Могу и маму пугать и папу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А вот, как много шиней-экзи, мы халят гугот. Не так же? Мы можем халят гугот. Гугот. Древний город Так, лесенки Это значит, что я сейчас буду таскать коляски Уже пошли Сейчас я видео сниму Тут этой прекрасной мозаики Орфея Роберта Больше всего понравилось Вон тот домик для птичек Скворечник По-русски Здесь очень много Сохранившейся мозаики Прям невероятное количество Это Батхаус В общем, сауна Или купальня Сверху вот так вот выглядит Древний город Это вот как раз купальня, в которой мы только что были Музаики Были дома О, красота Еды потрясающие Вот эта штука, наверное, ночью еще светится Да, мы идем в крепость Проходим мимо дома Дионисе Дома Дионисе Дионис. Это что у нас? Дионис, бог вина, по-моему, был. Короче, это барчик, видимо. Здесь везде есть указатели. Заблудиться сложно. Видимо, сейчас наверх поднимемся. А еще нам обещали пещеру. Так, направо театр где-то. О, есть вход. Да, но где же папа? Папа спрятался здесь, смотрит кино. А, я поняла, там в первом кино они как раз типа путь сюда указали, что тут будет продолжение кино. Вики справка про Ципари или Сепфорис. Еще называлось, у нее несколько названий. Историческая столица Галилеи, расположенная в шести километрах к северо-западу от Назарета. Называлась Ла-Сефори во времена крестоносцев. В настоящее время это археологический памятник и национальный парк в Израиле. Происхождение названия Ципари, Сепфорис, доподлинно не установлено. Но существует объяснение по Талмуду, талмудическое объяснение, основанное на созвучии, согласно которому город назывался так, поскольку сидел на вершине, как птица. Ципор. Папа наш спрятался в холоде. Вот в этом зале есть панель управления. Можно выбрать, на каком языке смотреть видео. Это английские субтитры. Да, это зайчик-театр. А тут ничего не показывают. Ну пока что. Тут такая обстоятельная сцена, что я думаю здесь проводятся спектакли. Може будет показывать, может? Что-нибудь может быть. Сверху не видно. Здесь вот сохранился амфитеатр. Ну то есть явно видно, что вот эти первые шесть рядов реконструкции. Вон дальше такая историческая. Внизу есть тоже фот. На, держи фотик. Не, светло. А ты просто направь камеру на сцену. Не, 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 вот так вот. Направь. Я уже ничего не нажимаю. У меня направь. Тут на карте нарисованы, ну типа какие-то водоемчики. Хочется бы я купаться. Типа бассейны, но летом, конечно... Хочется купаться. Да, хочется купаться. А вместо бассейнов вот такие болотца. Болот! Да. Ну, что понять. Да, летом так. В осенне-зимний период, когда дожди, конечно, с водными. Тут интереснее. А то, с другой стороны, когда идут дожди, и не пойдешь по рекам гулять. Может быть, наоборот, затопление. В общем, непонятно, когда лучше. Ну, а мы сейчас перекусим фруктов и поедем на ферму, где нас ждет ночевка. Это уже на территориях. Впервые я рискнула заказать, тем более, жилье еще на территориях. Попробуем. Я не думаю, что там что-то страшное или опасное. Они хитрые. Почему? Не дает, но вон она. А зато мы тебе купили змею. Идем вдоль дороги. Рассказываю Роберту, что вот здесь вот был пожар. Такой, ну, не маленький, да. Спрашивает, почему. Может, само, конечно, бывает от высоких температур. Здесь трава сухая, прям от чего угодно. А может, суть по тому, что это вдоль дороги. Кто-то сигаретку из машины выбросил. Не потушено. Ну, так-то, что там приличная территория возгорания была. Причем, недавно явно, что мы пошли. А в итоге... А там хайфа виднеется. Видите, хайфа. А я вижу хайфа. Вон там, куда я смотрю. Вон там, где торчит на горе здание высокое. И облом, спуск в резервуар, пещера закрыта. А я очень надеюсь, что мы туда пойдем. Котеток. Да, Заюшенька, ну, видишь, закрыто. Мы же не можем раз закрыться, значит, там реконструкция небезопасна. Ну, не расстраивайся. А, тут есть лесенки. Ну, что-то, пока что все перекрыто. Может, надеемся куда-то, там какая-то древняя лесенка. Вот. Класс. Выглядит очень красиво. Через всевозможные преграждения мы все-таки решили спуститься. Таким отсюда. Семь шекелей заплатили. Мы решили, что нам можно вот так чуть-чуть просто посмотреть. Да, Катюшка? Ну, здесь полазим по этой части. Здесь не глубоко и не опасно. Дальше идем. Давай еще чуть-чуть спустимся. Быстрее, пока нас не застукали. Давай, давай. Ой, какая красота. Обалдеть. Вот это да. Как хорошо, что мы сюда пошли. Мне кажется, что это гора Арбель. Бежо. Это озеро Кенерат. Мы поедем сейчас вдоль него. На восток. На юг Галан. Поселок Натюр. Не Байкал, конечно, но тоже поражают размеры этого озера. Не зря оно раньше было морем. Мы здесь, кстати, уже когда-то были, когда еще туристами ездили в Израиль. Вот с деревьем плохо видно. Мы немножко уже отъезжаем от Кенерата. И скоро должна быть какая-то, типа, наверное, граница. И река Иордан. Мы должны ее пересечь, поехать дальше. Я даже не поняла, что это был Иордан. Там был какой-то мостик. И, собственно, все. Никакой границы. И по факту нет. А мы тут задались вопросом, почему Иордан впадает в Кенерат, а потом из Кенерата выходит опять река Иордан, а не какая-то река с другим названием. Как вот люди поняли, что это и то, и то Иордан? Ну, это и то, и то, и то, и то, и то, и то. так мы приехали на нашу экоферму саш уже думает что этот автобус это там где мы будем жить вот еще можно жить вот в этом потрясающем грузовике вот есть еще один автобус чтобы переночевать а вот и наша штучка здесь мы остановимся мы сможем включить свет здесь но дело обзор на телефон потому что здесь есть широкоугольная камера здесь вот такая кровать над кроватью кондиционер здесь мы поворачиваемся у нас обеденная зона со столиком кухня и да тут и микроволновка холодильник двухэтажная кроватка надо посмотреть чтобы он был включен он включен отлично туалет и душ такая вот экоферма рядышком с нами пасутся козочки просили их не кормить только вот гладить можно у них есть и да он них сено валяется сказали если хотите дрова можете взять коробка 40 шекелей а вон видимо купальне тут как раз здесь люди сейчас мы туда пойдем такое все натюр натюр такие вот в общем грязненькие болота тут не для всех на любителя саша отказывается лезть может там почище вот такой вот лягушатник и и и и Рядышко здесь есть рукомойники, душ и туалеты. Здесь должны быть общественные. Ну, то, что у нас профтрейлеры, ну, достаточно плохо работает. Ну, я читала отзывы, мне чувствует, у нас просто в трейлере пожить. Мам! Подарила мне. Да, здесь небольшая детская площадка, видишь? Ну, да, такая. Из покрышек. А, тут вот у кого-то... Ой, я забыла, как называется. Юрта, юрта, вот. Юрту, видимо, еще сдают. А вот я вижу контейнер. Интересно, в контейнере тоже кто-то живет. Тут плохая горка тут. Курочки у нас здесь. А, здесь что-то, в общем. Ну, здесь классно, в общем, полазить, побродить. Тут плохая горка здесь. Ну, знаете, дача такая. Можно вот заехать. Есть палатка-место. Будет такое укрытое, уже со столиком. А есть, я вижу, где-то были уже с палаткой. Ну, вот есть даже с гамачком место. Тут есть с палаткой. Но мне кажется, что здесь никого нету. Ах, все, нет, вещи лежат. Это значит люди в своей палатке приехали. Так что, вот и вам интересная идея для кемпинга. Мы на Сукот поедем с палаткой. Первый раз наш будет такой. Попробуем. Взяли в аренду палатку. Там столик, стулья. Тут, в общем, просто забавно можно походить. Такой вот грузовичок задается. Можно в нем пожить. Просто забавно, что все такое. Вот, где есть территория, они ее вот превратили в такой интересный кемпинг. Есть общая зона. Ну, просто гамачки. Посидеть. Вот тут для детишечек. А, здесь вот я вижу, что-то можно посадить. Вот. Вот. И здесь где-то находится кухня. Ой, а что это там за озеро? Это что, Кенерет отсюда видно? Да. Обалдеть. Так, это кухня с какой-то очень забавной постройкой. Смотри, Робка, можно взять палочку. И, наверное, постукивать по этим готовится. Робка, можно взять палочку. И... И, наверное... Возник Meine Я переоделась в купальник, но я не хочу в таком купаться. Видея, конечно, классная, красивая, но реализация не очень. Все-таки нужно чистить такие бассейники. Ну, Роберту нормально. Как я нашла это место? Я искала дома на колесах по всей стране, и в аренду их не прям так, чтобы очень много. Я хочу домой. Сейчас пойдем. Ты куда домой хочешь? В дом на колесах или домой-домой? В дом на колесах. Ну, пойдем в дом на колесах. Так вот, в основном сдают почему-то на двое суток, и, ну, я не хотела бы жить в доме на колесах два суток. Есть бот-ям я, по-моему, даже один, но тоже на двое суток. Там получается уже полторы тысячи шекелей, и как бы, блин, уже не хочется. А здесь стоило 550 шекелей за ночь. Это, в принципе, самый бюджетный вариант. Так что, кто хочет попробовать пожить в доме на колесах с детям, это просто мечта. А, и Саша тоже такой, вау, вау, потому что иногда у нас есть идея, а не купить ли дом на колесах. На улице были оси, поэтому мы решили покушать здесь, в нашем загончике к караване. Они друг другу стоят. БТ вон. Здесь такие прикольные штуки, включатель и выключатель и свет. Давай в прятки играть. С диммером. Чучо, да, со светом здесь все очень прикольно. Что не сказать о туалете и кухне. Кухня, конечно, так себе у нас нет. Ни места, ни кастрюлечек, не было спичек. Пожалуйста. Так очень забавно для такой семьи, как у нас, мне кажется, оптимальный размер. Пожалуйста. Из минусов вот то, что нельзя взять и быстренько... сделать горячую воду тебе. То есть ее нужно кипятить. Нет ни кулера никакого, ни тами. И... Ну это для нас, мы просто нельзя к этому привыкли. У нас есть постоянная необходимость. Потому что иногда Томас еще пьет смесь. И когда он захочет ее, это надо сделать быстро. А не ждать 20 минут, пока вскипит вода. А здесь что-то она долго кипит. Вот. Ну, такая вот она жизнь походная. Хорошо, что не на костре приходится все это разогревать. Может быть, там вот на кухне, на большой, и как-то побыстрее все это. Ну и плюс нам сказали, что туалетом особо не пользуются. Что он не прям вау, и душем лучше, типа, в общем. Ну, слушайте, мы вообще тут одну ночь. Таким. Но это он нормально. Такая-то у нас элиминация от Томаса. Ну, а мы за эту поездку извлекаем уроки, что мы забыли взять с собой. Например, мы забыли с собой взять соусы. Мы не взяли ни кетчуп, ни майонез. Мы забыли спички или какую-то там зажигалку. Ну, слушай, наверное, где-то есть, но не факт, что он работает сейчас. Потом мы еще не взяли какую-то нужную подставку для телефона, чтобы поставить там детям и смотреть. Ну, вот это, наверное, основное, что мы забыли. Ну, еще я забыла себе взять сменную нижнее белье. Да, ну, с детьми это нормально. Мама, как обычно, про себя забывает. У них по две пары сменки, у меня ни одной. Вот так вот мило смотрится наш кусочек, арендованный на ночь. Не знаю, вообще прям такая сказка. Ну что же, отчитываюсь о проведенной ночи. Ночь была непростая. Хочу сказать, что одну ночь, наверное, это наш предел в таких условиях. Это еще комфортное усвоение. В принципе, у нас там туалет какой-то есть и раковина есть. Но мы спали ужасно. Роберта два с половиной часа мы его вчера не могли уложить. Не знаю, может, он перевозбудился. Вот. И что-то как-то матрасы неудобные. Томик ворочался. И, в общем, все вот такое. Я даже не знаю, нам предстоит ночь с палатками, да, там на сукот. И я с ужасом об этом думаю, потому что тут у нас еще хоть какие-то условия. И то мы такие все, ааа. Вот. А там, наверное, будет еще труднее. Ааа. Сейчас в 9 утра мы отправляемся еще в нацпарки какие-нибудь поездим, погуляем. Но это уже будет, наверное, в каком-то другом влоге. Затем прощаюсь с вами. Вот такой вот интересный опыт у нас учился в Израиле. Пока. Субтитры собак натиспом. Продолжение следует...